Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Евангелию от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем 16 главу. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, то есть не впали в грех, и сгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Ближайший контекст этого утверждения, конечно, то, что христиане подвергнутся гонениям со стороны собственного своего народа. Первые христиане, они все были иудеями по происхождению, и они подвергнутся гонениям со стороны иудейских же властей. Их изгонят из синагог, то есть из религиозных собраний. Но само слово синагога это просто греческое слово, которое значит собрание. Вас изгонят из собраний. И это относится и к христианам из язычников, потому что христиан из язычников изгонят из их языческих собраний. Их объявят чужими, враждебными, отступниками, отщепенцами от своего народа. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Речь идет и о гонениях, которым подвергнутся первые христиане. Они подробно описаны в деяниях апостольских, как апостол Павел едва-едва избегает смерти от рук своих бывших однокашников. Но, увы, в истории повторяется много-много раз, когда люди, убивающие христиан, думают, что они тем служат Богу. И это трагическое забуждение, потому что христиан убивают не только сознательные безбожники, не только сознательные ненавистники Бога. Убивают люди, которые думают, что они этим служат Богу. И это предостережение, которое актуально для нас всех, потому что человек, падший человек, он по своей падшей природе агрессивен. И человек склонен приписывать своим падшим каким-то порывам сверхъестественное обоснование. Когда он не просто хочет убивать, а хочет убивать ради Бога. И Господь говорит, что убивающий вас будет думать, что этим служат Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. И это суровое, пугающее предостережение, потому что люди религиозно, они определенно верят в Бога. Никакой образом не безбожники. Они готовы убивать, думая, что этим служат Богу. Ну, вообще убивать это хлопотно, это трудное дело. Самого могут убить. Но человек будет считать, что совершая убийство, он этим служит Богу. Почему? Потому что не познали ни отца, ни меня. Можно быть глубоко религиозным и не знать Бога. Можно верить в Бога в том смысле, что признавать его существование. Стремиться ему даже угодить. Но не знать Бога, потому что под знанием Бога понимается здесь личное знание. Бога можно знать как кого-то близкого. И вот в этом отношении те, кто убивают, они не знают Бога. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Господь желает укрепить учеников перед лицом грядущих гонений и поэтому предупреждает их о том, что гонения будут. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам, это печалью исполнило сердце ваше. Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. И о суде же, что князь мира сего осужден. «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Речь идет о том, что Господь должен пойти на смерть и воскреснуть из мертвых, чтобы Святой Дух был неспослан апостолам и всей церкви. Что сделает Святой Дух? Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Обличит, то есть сделает явным, выскажет в лицо. «О грехе, что не верует в меня». Грех и источник и корень всякого греха – это неверие во Иисуса Христа. Грех происходит от неверия. Человек неправильно, фундаментально неправильно ориентирует свою жизнь. Мы можем себе представить корабль, который плывет, и там, где, как в каком-то романе, злодей подложил топор под компас, железный топор, чтобы исказить показания компаса, и чтобы люди приплыли не туда, куда им надо, а куда надо злодею. И человек, который сбился с курса, он плывет сам не знает куда. Он не имеет правильного компаса. Человек, который не верует в Иисуса Христа, он обречен забудиться в своей жизни, потому что не имеет в жизни правильного компаса. Не значит, что он тотально плохой и испорченный человек. Нет. Это просто значит, что он забудился в этой жизни, что он плывет не туда. Человек, который верит в Иисуса Христа, он имеет этот компас. И это не значит, что он всегда и безупречно ему следует. Точно так же, как корабль может сбивать с курса бурями, например. Или он может задремать и заснуть, и в это время корабль куда-то снесет. Но пока у него есть компас, он может проснуться, посмотреть на этот компас и выправить свой курс. Поэтому корень греха, конечно же, не верил в Иисуса Христа. «О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». Христос совершает эту правду тем, что он умирает на кресте, воскресает из мертвых и возносится к Отцу. «О суде же, что князь мира сего осужден». Конфликт между Богом и сатаной в Библии описывается часто как судебный процесс. В книге Робинзон Круза «Пятница» такой простодушный дикарь спрашивает у Робинзона Круза. Робинзон его пытается обратить в христианство. Он спрашивает, а почему Бог не убит дьявола, чтобы не было зло? Ну, Бог, он же большой и сильный, он же сильнее дьявола. Почему бы не пристукнуть просто дьявола и на этом со злом покончить? И Робинзон даже не знает, что ему ответить. Но ответ на это то, что Бог со всеми, и в том числе с дьяволом, поступает по правде. Бог всегда действует правильно. Бог всегда действует по справедливости. И Бог не действует прямым насилием даже в отношении дьявола. Дьявол осужден. И что это значит? Дьявол выступил в качестве клеветника. Он продолжает выступать в качестве клеветника на человеческий род. И дьявол произносит многие тяжкие обвинения на людей, которых он вовлек в грех. Они все должны быть справедливо осуждены пред Богом. Но Христос, будучи совершенным праведником, живет и умирает в совершеннейшем послушании Отцу. Этим он оправдывает человеческий род. И этим он осуждает дьявола. Дьявол проигрывает этот судебный процесс. Он оказывается осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Дух истины сойдет на апостолов, и Дух истины пребывает в апостольской церкви. Он наставляет на всякую истину. Он не отходит от церкви. Мы верим в то, что в церкви есть священное предание, как источник откровения, как источник познания о Боге, потому что мы верим, что Святой Дух от церкви никогда не отходил. То есть, Святой Дух не отошел от церкви, когда был завершен канун Священного Писания. Святой Дух пребывает в церкви до сих пор и пребудет всегда. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я к Отцу иду». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому. «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили. «Что это Он говорит? Вскоре. Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что они хотят спросить Его, сказал им. «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня». «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». То есть Господь предвещает здесь свою смерть и воскресение. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Этот образ родовых мук, он постоянно появляется в Священном Писании, и он, в общем-то, понятен. Рожать очень трудно. Женщина претерпевает тяжелую скорбь. Но когда она родила ребенка, она не помнит скорби от радости. Совершилось такое великое дело. Родился новый человек, и мать, и отец, и все окружающие полны радости. И она, хотя ей было очень тяжело претерпевать роды, претерпевать скорбь, теперь она уже не помнит этой скорби от радости, потому что родился человек в мир. «Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Господь вновь говорит о той радости, которую никто не может отнять у христиан. «В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем вы попросите отца во имя мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Просить во имя Иисуса Христа – это значит просить, продолжая его миссию, продолжая его служение, то есть желая угодить Богу. «Доселе я говорю вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам отца. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить отца о вас. Ибо сам отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я ишел от Бога. Я ишел от отца и пришел в мир, и опять заставляю мир и иду к отцу». Ученики восказали ему, «Вот теперь ты прямо говоришь о притче, не говоришь никакой. Теперь мы видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что отец со мною». Ученики восторженно исповедуют свою веру в Иисуса, как в Сына Божия, а Господь их как-то обескураживает. Он говорит, «Наступает час, уже настал. Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Но далее он говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». То есть Господь знает, что они отпадут, но тем не менее возвещает им мир. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Господь не говорит, что христиане будут освобождены от скорби ничуть. «В мире мы будем иметь скорбь», но он говорит, «Мужайтесь, я победил мир». Христос победил этот мир, Христос победил эту скорбь. И так же, как женщина, которая претерпевает муки родов, она знает, что через какое-то время она будет радоваться или ковать о родившемся младенце, и забудет свою скорбь от радости. Так и люди, которые, будучи верными христианами, скорбят здесь на земле, возрадуются и возвеселятся в жизни будущего века. Мы с вами прочитали 16 главу Евангелия Таана. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет».